Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Есть известное выражение «как встретишь Новый год, так его и проведёшь». И если оно правильно, то, похоже, нашего президента Владимира Путина ожидает очень плохой год. Во всяком случае, что преддверие Нового года, что его самое начало, были для него, мягко говоря, очень неудачными. Впрочем, неудачи его, похуже, уже просто преследуют. И как тут не вспомнить о культистах, утверждающих, от Путина отвернулась удача. Начать здесь нужно с того, что на вопрос, как он думает встречать Новый год, он на камеру ответил, что думает вместе с семьёй слушать обращения президента. Вот как он об этом сказал. Что-то будете вот в новогодний праздник. А, что делать в новогодний праздник? Ну что, сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента. Реакция интернета на этот конфуз ожидаема, но лично мне кажется, что это уже даже и не смешно. И очень похоже, что заявления некоторых политиков, типа Валерия Соловьева, утверждающие, что у Путина очень серьёзные проблемы со здоровьем, не беспочвенны. И это его первый конфуз, который, впрочем, можно даже назвать небольшим. Второй его конфуз, это уже не просто конфуз, а это позор. И думаю, можно даже сказать, что это большой позор. Я говорю о реакции людей на его новогоднее обращение. В принципе, конечно, аналогичная реакция уже не в первый раз. Но на этот раз, она, думаю, очень показательная. Об этом хорошо сказал канал, название лучше зачитаю, Нью-Раш-Ворд в ролике «Новогоднее обращение Владимира Путина. Конфуз-2022». Ведущий канала Юрий Гиммельфальп напомнил, что 1 января 2019 года произошёл первый аналогичный конфуз. А именно, под новогодним обращением Владимира Путина впервые были несколько десятков тысяч дизлайков, но и также соответствующие комментарии. В этом году теоретически подобного быть не могло. Ютуб, как известно, закрыл дизлайки. И Путин рискнул выступить на канале «Раша Тудэй». Вернее, в том числе и на канале «Раша Тудэй». И первым же комментарием был, тоже лучшего читаю. Количество дизлайков мы не видим, но по комментариям, по отношению просмотров и лайков всё становится понятно. Но дело в том, что, оказывается, существует плагин, позволяющий увидеть дизлайки не только владельцу канала, но и всем. Не буду приводить его название и вообще рассказывать об данном плагине, потому что об этом лучше посмотреть в указанном ролике. И так сказать, вскрытие дизлайков Путину дало весьма и весьма интересную картину. Она такова. На полторы тысячи лайков, четыре и семь десятых тысяч дизлайков. А уж о комментариях вообще лучше помолчать. Скажу только, что комментарии тоже лучше зачитаю, чтоб не ошибиться. Загадал желание, чтобы это было его последнее новогоднее обращение. На мой взгляд, был самым мягким. Ясно также, что количество дизлайков Путину существенно занижено. И понятно, по какой причине. Многие люди просто не знают о существовании указанного плагина. Я тоже, например, не знал. Знай люди об этом плагине, думаю, количество дизлайков было бы не просто намного больше, а думаю, оно было бы больше в несколько раз. Но самое интересное здесь даже не это. А то, что среди комментариев не было вообще ни одного комментария в поддержку Путина. Ну или, как сказал ведущий, ни одного приличного. Вот как он сказал об этом. Но и количество комментариев... Вы хоть один, хоть один приличный комментарий увидели? Я не увидел. Но это закономерно. И вот это и есть реальный рейтинг Владимира Владимировича Путина. Что здесь можно сказать? С Юрием Гиммельфарбом сложно не согласиться. От рейтинга Путина, который когда-то был запредельный, теперь действительно остались рожки-донушки. Наш президент больше уже не пользуется поддержкой народа нашей страны. Что дальше, спросите вы меня? Да ответ очевиден. Ему нужно уходить по-хорошему. Пока еще есть такая возможность. Скоро такая возможность уйдет. Он ее просто лишится. Только вот хватит ли его на это? Мой ответ нет. Напоминаю, два года назад я снял ролик. Страдает ли Путин комплексом неполноценности? Я тогда только учился работать с Хромакеем. И качество ролика, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, он набрал 23 тысячи просмотров. Что для моего канала на Ютубе очень серьезное достижение. Ролик будет на конечной заставке. И думаю, это произошло потому, что мне удалось показать, что Путин страдает не просто далеко зашедшим комплексом неполноценности. А что этот комплекс у него уже необратим. Исходя из этого, несложно понять, почему он буквально вцепился зубами в кресло президента. Но об этом лучше посмотреть в ролике. Уйти ему нужно было уже давно. И тогда бы он сохранил свое доброе имя. Более того, он бы вошел в историю как президент, которому удалось сохранить нашу великую страну. Но теперь, полагаю, сохранить свое доброе имя ему уже не удастся. Думаю, также не за горами серьезные массовые протесты. И требования этих протестов будут не экономическими, а политическими. И главным политическим требованием будет Путина в отставку. В общем, я ожидаю развития событий по белорусскому сценарию. Только вот Россия, а не Белоруссия. У нее нет великого северного соседа. А значит, некому будет подставить подпорку под режим. И поэтому, думаю, режим Путина рухнет. Меня вправе спросить, а сколько крови потребует эта революция? На этот вопрос я уже отвечал. В эмуликации Геннадий Гудков будут массовые протесты глубинного народа. Видеоверсия о публикации будет в подсказке. Развитие событий по силовому сценарию я считаю крайне маловероятным. Я считаю его маловероятным, потому что у нас и близко не капитализм, как нас уверяют. А у нас совершенно другой общественный строй. Наш строй называется политоризм. И таким он был, что в царской России, что в Советском Союзе. И таким он остается. И сейчас. Но обычные люди не знают об этом. Поскольку Сталин запретил преподавать эту систему в советских учебных заведениях. И несложно понять, почему он это сделал. Ролик о политоризме есть у нас на каналах. Он называется Почему у Путина не получилось поднять Россию с колен? Или что такое политоризм? И наша антиполитарная, или если говорить словами Владимира Ильича Ленина, буржуазно-демократическая литература, в силу этой причины, думаю, будет бархатной. Аналогичной бархатным революциям в странах Восточной Европы. Антиполитарные революции, похоже, по определению такие. Почему я объяснил. В указанной публикации о мнении на события Геннадия Гудкова. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. «Народные революции» Смотрите мой аналогичные ролики. Продолжение следует...